Следуя традициям, в Выборгском замке праздничными песнопениями, танцами и рыцарскими поединками отпраздновали таинственный шведский праздник День Святой Люсии. Раньше его проводили в самый темный день в году, 13 декабря. Но со временем дата проведения стала меняться, однако другим традициям праздника организаторы все-таки стараются придерживаться и по сей день. В 1293 году наш Выборгский замок основали шведы. Эта традиция на Скандинавии очень распространена. В 2004 году было принято решение возродить этот праздник в рамках Выборгского замка как историческую реконструкцию. История праздника Святой Люсии уходит в очень седую древность. Изначально Святая Люсия – это христианская святая, усекновенная мечом еще в начале 4 века на далекой Сицилии, в городе Сиракузы. Она почитается не только там, но в первую очередь она почитается на Скандинавии, в Швеции. И уже связана с именем другой Люсии, которая ждала своего мужа, рыбака. Дьявол загасил все свечи, все огни вселения. И она, самое главное, погасила маяк, она взяла свечу и стала на берегу моря ждать своего мужа. Соответственно, девушка, выходящая со свечами, является главным символом праздника Святой Люсии. Люсия – это была девушка, которая помогала ранним христианам, которые были в бегах. Она приносила им еду, и из-за того, что все ее руки были заняты продовольствием, она надевала свечи на голову и таким образом добиралась до людей, которым она помогала. После чего Люсия была казнена, и ей перерезали живот, и лента, в принципе, показывает кровь. Я очень хотела и нести тоже свет людям, как на этом празднике, показать, насколько мы добры и готовы помогать людям. Это немножко страшно, но ничего тяжелого в этом нет. Они не обжигают, ничего с ними не случается, они не падают, никаких казусов у нас никогда не случалось. У нас традиционно поддерживает Генеральный консульство Швеции. Мы стараемся приглашать детей, они вот сейчас как раз танцуют, заканчивается музыкальная часть, скоро начнется наш традиционный рыцарский турнир. Вот это как раз именно наша идея, то есть в новое время уже не было никаких рыцарских турниров в Швеции. Но так как мы все-таки находимся на территории Средневекового замка, мы решили, что это будет интересное дополнение, мы придумали это в прошлом году. Действительно, это было очень хорошо, тепло принято нашими гостями и друзьями. В этом году мы решили повторить. Мы узнали по интернету, вот сейчас только, специально записались и приехали. Рыцарский турнир вообще здорово. Ребята играли, музыканты. Хор Люси, это что-то. Все понравилось, все. Начиная от поединков, кончая фейерверком, потому что народу много, классно все. В этом году у нас было очень большое количество желающих, мы даже не смогли всех вместить. Вы видели, что тот зал, в котором мы работаем, он достаточно ограничен. Но я надеюсь, что после грядущей реставрации мы получим помещение побольше, и через несколько лет мы сможем вместить всех желающих. Редактор субтитров А.Семкин